Продолжение следует... С Покровским собором и в особенности с теми жемчужинами, которые представлены на экспозиции в церкви Александра Свирского в этом соборе. И об этом, обо всем я постараюсь сегодня кратко рассказать. Как же будет строиться доклад? Я расскажу о преподобном Александре Свирском, о его почитании, о вехах его жития, о том, какое было житие, когда оно было написано, как развивалась эта традиция. О том, какие новшества появляются в этом житии, в частности, вирши. Мы с вами посмотрим и на окростик, который поможет разгадать, кто же написал житие в XVIII веке. И часть будет посвящена иконографии. Итак, начну я сразу же с почитания. Почему? Во середине XVI века, во времена Ивана Грозного, происходят важные события. Прежде всего, составляется большой свод миней, который называется «Великие миней и чечи». Это свод самых важных произведений, которые было рекомендовано читать средневековому человеку Древней Руси. И для этих миней и чечи митрополит Макарий просит написать житие преподобного Александра Свирского. То есть это оказывается очень важным. И в 1547 году преподобного Александра канонизируют. И комплект этих миней и чечи митрополита Макария будет вложен в Успенский собор Кремля в 1552 году. В это же время будет написана самая большая и, наверное, известная икона, посвященная преподобному Александру. Она перед вами в центре. В ней 129 клейм. Это самая большая икона, иллюстрирующая все житие преподобного Александра. Она будет написана специально для Успенского собора Московского Кремля. И помещена над ракой митрополита Иона. Забегая вперед, скажу, что эта икона находилась все время в этом соборе. Потом она была реставрирована. И сейчас вы тоже можете ее увидеть там же, в Успенском соборе. Но она изменила место своего нахождения и находится над ракой святителя Макария. И, собственно, довольно скоро, в 1560 году, в день памяти преподобного Александра Свирского, 30 августа, была освящена церковь Александра Свирского в Покровском соборе. Собственно, там, где мы находимся, маленький бело-зеленый купол, это как раз та самая церковь преподобного Александра. Итак, что мы видим? Мы видим, что в середине 16 века центральные соборы так или иначе связаны с преподобным Александром. Церковь Александра Свирского в Покровском соборе вообще является первой церквью, освященной в честь преподобного Александра. И сразу скажу, что это было нечастое явление для средневековой Руси, когда церковь посвящали своему русскому святому. То есть в основном посвящали Троице со времен Сергия Радонежского, Богородице и преподобному Сергию Николаю Чудотворцу. Вот Александр Свирский вписывается в этот ряд. Кто же такой преподобный Александр? И с чем связано его почитание в середине 16 века? Мы начнем с самого его рождения. Родился он довольно далеко от московских земель, в Оланецком крае, это очень близко к Карелии. Он был вепсом. Родители его вепсы, Стефан и Васа, родился 15 июня 1448 года. С детства он был устремлен к Богу и очень хотел уйти в ближайший монастырь. Это был монастырь на Валааме. И он сбегает из дома обманным путем. И в 1474 году принимает там постриг от игумена Иоакима. На этом преподобный Александр не останавливается. Он мечтает жить в уединении в лесах. И несколько раз на его жизненном пути ему были божественные явления. Являли либо свет, либо ангел, который говорил ему, что вот на этом месте ты должен основать монастырь. И преподобный Александр всегда отказывался от этой идеи, потому что он хотел жить аскетично, отшельником. Но он уговаривает игумена Иоакима отпустить его на жизнь в уединении. И в 1485 году он поселяется на берегу озера Рощинского. Собственно, именно там, где сейчас находится монастырь преподобного Александра Свирского. Это место находится недалеко от его родного села в Ланецком крае. Село сейчас не существует, но недалеко находится Введенский монастырь, в котором приняли постриг его родителей Стефан и Васа. И прославлены они под именами преподобного Сергия и Варвары. И в 1492 году, я к этой дате буду еще возвращаться, его находит в лесу боярин Андрей Завалишин. Находит он его чудесным образом. Понятно, что средневековое сознание, оно очень символично. И дата, мне кажется, здесь выбрана не случайно. Боярин Андрей Завалишин приводит к преподобному Александру олень. Андрей увлекается охотой. И таким образом выходит к хижине посреди лесов преподобного Александра Свирского. И после этого начинается распространение известия о том, что есть отшельник монашествующий, посвятивший себя Богу. И к преподобному Александру стекаются братья, которые тоже хочут жить в уединении. Мы можем говорить о том, что с этого момента образуется монастырь преподобного Александра, Троицкий монастырь. В 1508 году происходит, наверное, самое знаковое событие и для жизни преподобного Александра, и для истории православия. В лесу преподобному Александру является Пресвятая Троица в виде трех ангелов. Мы все с вами знаем, что такое событие происходило один раз в ветхозаветной истории, когда Троица явилась Авраамом. И вот второй раз это было уже явление в Древней Руси в 1508 году преподобному Александру. После этого его рукополагают воегумены по просьбе братьев. И 30 августа 1533 года он умирает. Это дата его представления, дата его памяти. На слайде еще представлена икона конца XVII века, житийная икона, то есть иллюстрирующая некоторые события из жития преподобного Александра, которая находится в церкви Покровского собора. Ее можно здесь посмотреть в церкви Александра Свирского. С чем же, с какими просьбами обращались к преподобному Александру, уже начиная с середины XVI века? Очень много житий, большой пласт посвящен детям. Рождению сыновей это была, видимо, важная тема, потому что три чуда самых ранних посвящены именно этому. Исцелению отроков, исцелению детей и также исцелению от различных болезней. От слепых, расслабленных, бесноватых. И также он оказывал помощь в хозяйственных делах. В моем докладе будет очень много миниатюр. На самом деле это уникальная возможность на них посмотреть, потому что, как правило, они остаются либо на периферии исследования, потому что невозможно опубликовать совершенно все. И сегодня есть такая прекрасная возможность полюбоваться на максимальное их количество, потому что они все равно остаются только в рукописях, как правило. Какие же были еще божественные явления, которые сопутствовали преподобному Александру в его жизни? Здесь представлено три миниатюры. Две верхних из рукописи конца XVII века и одна из рукописей середины XVIII века. Первое – это видение божественного луча, который указывает на место основания будущего монастыря Александра Свирского. Александр Свирский является иноком Валаамского монастыря. И вот он изображен там, Валаамский монастырь. Он мечтает уйти в лес, как я говорила, жить, посвятить свою жизнь Богу, жить в уединении. И Господь укрепляет его. И ночью он видит свет, и божественный голос ему говорит, что уходи и построи там монастырь на этом месте. И игумен Иоаким после такого уже не может удерживать преподобного Александра и отпускает его. Кроме того, несколько раз к преподобному Александру приходил ангел и очень настойчиво просил его все-таки основать в монастыре, собрать вокруг себя братья. Каждый раз преподобный Александр говорил, что я не этого хотел. Я вообще хотел жить, посвятить себя Господу, а не монастырем заниматься. И ангел каждый раз является и говорит, ты все-таки собери братья, людей, которые к тебе приходят, потому что через тебя будет очень много оказано божественной помощи людям. И незадолго до его представления, в 1533 году, произошло еще одно важное явление. Это явление Пресвятой Богородицы. Преподобный Александр задумал построить каменную церковь, посвященную покрову Богородицы. И на основании церкви, то есть на фундаменте ее, в ночи явилась ему Богородица, так же, как преподобному Сергию Радонежскому здесь есть в этом параллеле. И она обещала преподобному Александру покровительствовать монастырю после его смерти. И, конечно, центральное событие жития, о котором я говорила уже, это явление Святой Троицы в 1508 году. В дате сомнений нет во всех рукописях, которые я видела, их больше 300. Повторяется эта дата, 1508 год. Как об этом говорится, из Риджи Блаженной, Господа, простертого крылом, а яконогамо по земле ходящим. Господь является ему в виде трех ангелов. Преподобный, конечно, изумляется. Он не знает, кто это падает от страха на землю. Господь его поднимает. Преподобный спрашивает, скажи мне, кто вы есть? И Господь отвечает, что ты видишь Господа в трех лицах и создай монастырь, собери людей и посвяти монастырь Пресвятой Троице, которую ты сейчас видишь. И после этого преподобный Александр уже не может сопротивляться, конечно, и понимает, что нужно строить монастырь. Перед вами важная миниатюра. Она здесь совершенно не случайна. Эта миниатюра находится в рукописи, которая экспонируется в церкви преподобного Александра здесь, в Покровском соборе. История этой рукописи удивительна, потому что она, я потом о ней расскажу, она оказывается ключевой для исследований. Когда нам удалось с ней поработать, выяснилось очень много интересных фактов, о которых я тоже расскажу. Сейчас она находится здесь, в этом соборе. Рукопись написана около 1672 года, и это, собственно, первая миниатюра, которая в рукописях посвящена явлению Троицы. То есть рукопись ключевая. И мы переходим к монастырю, поскольку после явления Троицы уже Александр занимается устройством монастыря. Монастырь сейчас известен тем, что он состоит из двух частей. У него есть на миниатюре крайний, это видно. У него есть Троицкая часть, где стоит Троицкий храм, и Преображенская часть, в которой находится Преображенский собор. Вот он. Здесь же сейчас покоятся мощи преподобного Александра Свирского. Что касается даты основания Троицкого монастыря, то это большая проблема, ровно потому, что в житии нет прямого указания на это. Не сказано, когда. Сказано, когда пришел Андрей Завалишин, когда явилась Троица, потому что это важно. Но когда был основан монастырь, такой даты нет. И я думаю, это связано с тем, что поселение формировалось постепенно. Но мы можем кое-что предположить. В 1492 году, как я говорила, преподобного в лесу находит Андрей Завалишин. И с этого времени происходит слава о преподобном, как о молящемся. И к нему приходят люди. И как же об этом? Первым к нему приходит его брат Иван. Находит он его, собственно, после известия Андрея Завалишина. И, видимо, его брат Иван был первым, кто пришел к преподобному Александру. И вот как об этом сказано в житии. И через некоторое время его родный брат Иван пришел к нему, разыскивая его. И вместе они начали расширять обитель для тех, кто тоже хочет оставить мир и посвятить себя Богу. То есть это о чем говорит? О том, что уже с этого момента, то есть после прихода Андрея Завалишина, мысль о том, что все-таки будут приходить люди, да, видимо, это было естественно, она была. И после этого Андрей Завалишин приходит еще раз и неоднократно. Вообще сразу скажу, что это был не просто боярин, который периодически приходил к преподобному Александру. Он стал его духовным учеником и после также основал свой монастырь и был прославлен как преподобный Адриан Ондросовский. И когда Андрей приходит второй раз, в житии говорится, братья, число множишееся. И блаженный Александр, когда видит дары, которые принес Андрей Завалишина, он пришел в эти леса с хлебом, с зерном для того, чтобы его можно было выращивать, да, не принес некоторую еду, преподобный Александр сказал, посмотрите, братья, и удивитесь тому, как Господь помогает тем, кто терпит. Вот, то есть мы видим, что все-таки в конце 15 века поселение уже есть и, видимо, монастырь выглядел не так, как нам привычно, да, окруженный стеной, а представлял собой поселение из разных отдельных домиков, в которых жили молящиеся монахи-братья. В конце 17, даже правильнее сказать, в 18 веке, в начале 18 века, в рукописях в некоторых, появляются тексты, которые можно назвать летописными сказаниями. Само житие огромное. И некоторые писцы делают такое резюме, выписку, в которой перечисляют отдельные вехи жизни. Родился от таких-то родителей, ушел на Валаам, принял постриг, явилась троица. И вот в некоторых таких текстах в 18 веке есть фраза. С братью в своем монастыре жил 41 летом. И арифметика простая, мы знаем дату представления, 1533 год, вычитаем 41, получаем 1492 год. Да, это тот самый год, когда к Александру пришел Андрей Завалишин. Это может быть, конечно, и искусственная арифметика, но с другой стороны, мы помним, что средневековый человек, он обладает другим сознанием, нежели мы. Это сознание глубоко символично, и любая дата, она не возникает просто так. И вот если вспомнить, что же это за год 1492, то это год, столетие, создание представления преподобного Сергия Радонежского. А преподобный Сергий Радонежский – это тот святой, с которого в Древней Руси началось почитание прославления Пресвятой Троицы. Появляется большое количество троичных храмов, посвященных Троице, а преподобному Александру Троица уже является. Господь в виде трех ангелов приходит к преподобному Александру, то есть преподобный Александр Свирский является духовным восприемником от преподобного Сергия Радонежского. Поэтому вполне естественно, что появляется эта дата, 100 лет со дня представления Сергия Радонежского, и в это время преподобного Александра Свирского находит Андрей Завалишин. Вот эта символичность средневекового мышления, она может проявляться и в этой дате, и ничего, как правило, не бывает случайно. И также могу сказать, что с преподобным Сергием Радонежским связь очень тесная и на уровне жития, и на уровне иконографии, потому что житие преподобного Александра, о котором я буду говорить сейчас, оно в 25 своих эпизодах состоит из заимствований или аллюзий на житие преподобного Сергия Радонежского. Это было, конечно, совершенно традиционно для средневековых текстов заимствовать цитаты или целые фрагменты из других житий. Но вот житие преподобного Сергия – одно из главных. И, кроме того, иконография явления Троицы преподобному Александру Свирскому прототипом своим имеет явление Богородицы преподобному Сергию. И теперь перейдем, собственно, к разговору о житии Александра Свирского. Написано, оно было по заказу митрополита Макария для великих мини-четих, над которыми он в тот момент работал и собирал большое количество редакторов и книжников для создания этих сборников. И обратился он к игумену и Родиону. Игумен Родион Кочнев – это игумен Александра Свирского монастыря и его ученик. И он пишет о том, что я все, что записываю в житии, знаю со слов преподобного Александра, ну или от тех, кто был свидетелем событий. 1545 год – дата написания текста. Великие мини-чети были вложены в Успенский собор Московского Кремля в 1552 году. На слайде представлена фотография из Августовской Минею, которая была вложена в Успенский собор. Это начало жития преподобного Александра. Что касается распространенности текста, то сразу могу сказать, что это было, наверное, одно из самых читаемых житий. И распространяемых это видно по количеству списков. За 16-19 век на данный момент мне известно примерно 315. Примерно означает не то, что я не могла их посчитать, а то, что работа с рукописями, она обладает такой спецификой, что чем больше ты просматриваешь собраний рукописных или рукописей, их пролистываешь, тем больше текстов ты находишь. Потому что когда я начинала работу, рукописей было около 200. Вот сейчас количество выросло до 315. Вполне возможно, что оно еще немножко подрастет. Но даже это количество позволяет сказать, что это было одно из самых копируемых житий. И это опять же говорит о его почитаемости. Что касается распространения по векам, то житие было написано ближе к середине 16 века. И за 16 век 63 списка мне известно, самые древние. 17 век – это расцвет почитания преподобного Александра. 156 списков, их количество, наверное, еще увеличится. Это век, когда книжники редактируют текст. Они привносят туда какие-то дополнительные цитаты из священного писания, из Евангелия. Они украшают текст виршами в конце 17 века. В 18 веке почитание идет на спад. Это понятно, потому что в 18 век фокусе своего внимания держит совсем другую литературу. Меняются кардинальные интересы и культура. Но все-таки около 80 списков – это довольно много. В 19 веке появляется уже печатное издание «Жития преподобного Александра». Оно и в целом время, когда уже географическая литература уходит на второй план. И главная литература оказывается светская, поэтому рукописных списков мало. Но мы попробуем посмотреть самое главное. Здесь приведена цитата Натальи Викторовны Пак, которая говорит, что вот это примерное исчисление списков, 315 говорит о том, что «Житие» было самым тиражируемым сочинением макаревских агеографов, то есть тех, кто написали тексты для митрополита Макария. Кроме того, «Житие» Александра стало источником или образцом для как минимум шести текстов. Это данные Натальи Викторовны Пак, которая недавно издала статью, посвященную, собственно, тому, как «Житие преподобного Александра Свирского» заимствовалось книжниками в другие тексты. Мы видим перечни «Жития Александра Шевенского, Северного святого» и «Чудеса Василия Блаженного», которые тоже в своем тексте имеют то заимствование из «Жития Александра Свирского». То есть все оказывается связанным. Житие преподобного Александра Свирского вызывало большое внимание, начиная с XIX века. Сначала очень много исследований было историков, начиная с Ключевского, который говорил, что ничего интересного в этом тексте нет, потому что оно соткано из других житей, поэтому никаких исторических данных мы в нем найти не можем. Но сейчас уже исследователи от этой точки зрения отказались, потому что о новых событиях всегда можно сказать словами из уже известных текстов, и это был тот прием, которым средневековые книжники пользовались. Появляется новый святой, нам нужно вписать его в ряд уже прославленных святых, и мы заимствуем из других житей тексты, таким образом рассказываем его уникальную историю. Очень много работ посвящено источникам текста. Я начинала свое исследование с изучения истории русского литературного языка на материале этого жития. Текст готовится сейчас к исследованию. Осталось пару десятков рукописей изучить, чтобы вписать их в стему. Есть исследования, посвященные развитию иконографии в житии Александра Свирского и исследования, посвященные его службам. Но мы сейчас поговорим о рукописной традиции. Кратко, это схема, которая представляет собой движение текста, как он развивался. Если сейчас приобрести текст жития Александра Свирского, это не будет тот текст, который написал и Родион. Сейчас в печатном издании представлен текст, который был создан, появляется в начале 18 века в монастыре. Это совершенно естественно, потому что и Родион составляет житие в середине 16 века. Естественно, что язык к 18 веку текста очень сильно изменяется. В нем очень много архаичных слов, очень много тяжелых для восприятия конструкций, которые все забываются. И церковнославянский язык, который был литературным языком древней Руси, литературным языком 16 и 17 века, к 18 веку отступает на второй план, возникает необходимость сделать текст более читаемым. Поэтому в 18 веке, в начале 18 века житие и Родиона перерабатывается. Перерабатывается оно стилистически, что это значит. То есть происходит работа именно над языком. Старая лексика заменяется, язык упрощается. Каких-то дополнительных событий в житии не добавляется, но появляется комплекс чудес по обретению мощей преподобного Александра. Я немножко забежала вперед, но если посмотреть мини-эйная редакция, то есть созданная для мини-четих и редакция, украшенная 18 века, которая дала основу для печатного издания, вот между ними находится еще более десятка разных редакций. Большая часть из них появляется в 17 веке. Это говорит о чем? Это говорит об интересе книжников к тексту. Прежде всего появляются проложные редакции. Это тоже очень естественно, потому что житие читалось во время службы. Служба и должно было читаться краткое житие. Существует несколько его вариантов. Начиная с середины 16 века они появляются. В 17 веке происходит расцвет внимания книжников к тексту жития, и появляются различные редакции. Книжники пытаются решить тот вопрос, над которым работают уже потом в 18 веке многие деятели культуры. Изменить церковно-славянский язык, сделать его более доступным, поэтому они обрабатывают текст, убирая хаичную лексику и всячески его приближая к... делая более понятным для читателя. Я попробовала сделать карту распространения текстов по владельческим и песцовым записям в рукописях. Сразу скажу, что из 315 рукописей владельческие и песцовые записи сопровождают, например, на 50. И не везде указан тополем, по которому мы не можем сказать, где бытовала рукопись, но вот тогда, когда это возможно, я постаралась нанести на карту, и видно, что житие было распространено от севера, там, крайняя точка, это Кандаларский монастырь, Архангельск, Новгородская часть, Москва, нижняя точка, это Серкухов, и большая часть по Волге, Нижний Новгород, Кострома, Ярославль, далее будет Волгом. То есть можно примерно представить себе широту его, почитание широту известности текстов. Итак, большая часть сведений узнается из официального, традиционного текста жития, написанного или иродионом, или переделанного в XVIII веке. Но вот среди тех редакций, о которых я говорила, что эти книжники перерабатывают текст, есть уникальные тексты, сведения в которых как бы и остались в этих рукописях, и мы они бы никогда не узнали, если бы не нашли и не прочитали. А прежде всего, и вот так вот по крупицам собирается дополнительная информация, в проложной редакции, которая появляется в середине XVI века, сообщается имя наставника преподобного Александра Слежского в Волгомском монастыре. Этих сведений нет больше нигде, только в нескольких рукописях. Говорится, что у него был наставник, некоторый монах священного имя, Лаврентий именем. Духовный старец в том же монастыре, то есть в Волгомском постриженный, и именно от него Александр всему иноческому искусству и научился. Эти сведения остались только в рукописной традиции. Списков с этим текстом немного, вот они перечислены. И мы остановимся на явлении Троицы. Снова, коли уж это центральное событие. Сейчас, когда говорят о преподобном Александре Свирском, обычно сравнивают его с Абрамом и говорят, что это второй Абрам. Сравнение лежит на поверхности. Как выяснилось, сравнение появилось довольно поздно в Минейной редакции, то есть в тексте Иродиона такого нет. Рассказывается о явлении Троицы, и сравнение с Абрамом не приводится. И впервые оно появляется в тексте 1687 года. Автор текста Диак Борис Козынет, который создает свои переработки жития для Косинского монастыря. Поэтому редакция называется Косинская. И он первый говорит, что явился, как древле Аврааму, в трех лицах ангельским подобием Господь Александра. То есть впервые сравнивает преподобного Александра с Авраамом, именно Борис Козынин, в конце 17 века. И в одной из рукописей 18 века, в слове, которое сопровождает житие, говорится, как же второй Авраам сподобился ангельскому видению явления Святой Троицы в лето 7016, то есть как второй Авраам. Да, здесь представлена была миниатюра явления Троицы из рукописи, которая хранится в Покровском соборе, как я говорила. И мы переходим к центру повествования. Будем говорить об этой ключевой рукописи и об ее истории. Предыдущая миниатюра с явлением Троицы была из нее. А это картушь, в которой, говорится, сию книгу писал писец Потап Максимов. То есть тот, кто украшал эту рукопись и писал эту рукопись, и, возможно, является и исполнителем той миниатюры. Рукопись непростая. Она была выполнена мастером оружиями палаты по заказу Богдана Силина. Богдан Силин – это известный диак, который очень почитал преподобного Александра в 17 веке. Как мы это знаем? Ну, во-первых, он вкладывает рукопись. И 20 лет до этого он вкладывает в монастырь новую икону преподобного Александра Сирского и делает другие вклады. Понятно, что это все говорит о личном почитании святого. Рукопись оказывается ключевой. Вот здесь представлены все четыре ее миниатюры. Рукопись можно увидеть в витрине церкви преподобного Александра Сирского. Как правило, когда рукопись, пока она экспонируется, она раскрыта на одной миниатюре. Мы не можем посмотреть все четыре. И пока я лично на нее не посмотрела, я не знала о том, что там находится. Я видела на экскурсиях миниатюры троицы и была прыжна к тому, что там есть еще три миниатюры восхитительной красоты. Рукопись сама имеет необыкновенную историю, потому что, ну, казалось бы, все логично. Церковь преподобного Александра Сирского в Махровском соборе. Мы говорили о том, что церковь освящена в 1560 году. И вполне логично, что есть житие, которое находится в этой церкви. Но, как показали исследования Татьяны Григорьевны Сарычевой и Ирины Дмитриевны Соловьевой, история ее была намного интереснее и во многом связана с статьями Александра Сирского. Значит, она была написана мастером оружейной палаты Кремля около 1672 года. Для чего? Для монастыря Александра Сирского. Об этом мы узнаем из записи, вкладной записи Багана Силина на экране. В память о своих родителях он вкладывает эту рукопись. Значит, она хранилась в Александре Сирском монастыре. Ирина Дмитриевна Соловьева устанавливает, что в описании рукописных собраний этого монастыря, сделанного в конце 19-го века Викторовым, эта рукопись значится под номером 35. Дальше были известные события, за которыми последовало изъятие мащея, разорение монастыря. И так бы эта рукопись и пропала, если бы в 1924 году ее не купили в магазине международной книги для церкви преподобного Александра, для музея Попровского собора. С одной стороны, можно здесь видеть боль и случая, с другой стороны, можно здесь видеть промысел, потому что получается, что рукопись, которая будет шла из Кремлянских стен, фактически возвращается сюда, ожидает вот таким длинным путем из монастыря Александра Свирского в церковь Александра Свирского. И рукопись действительно является уникальной. Здесь приведены некоторые работы, посвященные текстам и миниатюрам, которые находятся в этой рукописи. Большая часть докладов была сделана, опять же, в стенах этого собора и в стенах исторического музея. И сейчас я буду рассказывать более подробно. Я говорила о том, что ее написал Потап Максимов. Не очень много рукописей подписано писцами. Это, опять же, было не в среднелековых традициях писать, что кто сделал, кто написал текст, кто является автором миниатюр и так далее. Но мы нашли с Маргаритой Ленину и Соболевой, которая занимается лечением лезвых рукописи жития Александра, похожую запись в эмологии 1680 года в собрании Российской государственной библиотеки. Там написано «Книга модная, писанная в Москве при царе Федоре Алексеевиче, его государственной мировой Потапом Максимовым и Андрейком Михайловым». Это центральная картина, центральная миниатюра. Видно сходство между самой крайней правой из рукописи Попровского собора и центральной в оформлении рамок, в цветочном оформлении. И имя Потапа Максимова, нам кажется, что указывает, что это тот самый Потап Максимов, который украсил жития преподобного Александра. Соответственно, мастер оружейной походы работал через 8 лет над эмологией. И нам удалось найти еще одну рукопись, которая не подписана, но по сходству оформления, кажется, что выполнена тем же мастером. Это Псалтырь 1687 года из собрания библиотеки Академии наук. Посмотрите, она кажется как будто бы сестрой миниатюрной центральной рукописи «Эрмология». И мы думаем, что автором этого оформления также является Потап Максимов. То есть, таким образом, работая над исследованием рукописи жития преподобного Александра, еще собираешь те рукописи, которые, может быть, были созданы определенным песцом или мастером, как вот с Потапом Максимовым. Теперь поговорим о миниатюрах этой рукописи и как они вообще, какое влияние оказали, почему они важны. В этой рукописи первая миниатюра явления Троицы преподобному Александру. До этого, конечно же, было явление Троицы на иконах, но среди рукописей это первое. И оно заимствуется всеми другими лицевыми рукописями. Лицевых рукописей жития Александра немного. Их на данный момент известно 15. И вот здесь представлены самые яркие экземпляры. И понятно, что если они копируют исходные изображения, то они были все созданы в Александре-Свирском монастыре. Следующая миниатюра посвящена обретению мощей преподобного Александра Свирского. Миниатюра из рукописи Попровского собора «Самая крайняя». И именно это вообще первое изображение обретения мощей. И именно к нему будут восходить все последующие. И в рукописях, собственно, все известные изображения представлены. Все они копируют, фактически дословно повторяют рукопись Попровского собора. И еще одна миниатюра из этой же рукописи. Миниатюра на перенесение мощей преподобного Александра. Мы будем еще говорить об этом событии, потому что рукопись оказывается непростой. Оно тоже практически дословно копируется другими рукописями. То есть та рукопись, которую заказал Богдан Селин, она оказалась не такой уж и простой, и очень сильно повлияла на дальнейшее развитие иконографии. Об этой же рукописи жития Александра Сверского и Попровского собора записана уникальная служба, которой просто больше нет нигде. И мы обратили на это внимание совершенно случайно, когда читались в текст. Это служба на перенесение мощей преподобного Александра 5 декабря. Сейчас я верну картинку. Значит, сначала было чудесное обретение мощей 17 апреля 1641 года. Гроб, в котором были обретены мощи, он за 100 лет после представления истилел, и нужно было переложить мощи преподобного. Для этого был сделан на скорую руку отдельный гроб, в котором мощи хранились. И было освидетельствование мощей с Новгородским собором. Было доложено об этом царю Михаилу Федоровичу. И он воспринял это как благословение для своего танцования. Такое важное событие. И по его заказу была изготовлена специальная рака, серебряная рака, пожертвованная царем Михаилом Федоровичем, и доставлена в монастырь преподобного Александра Свирского в 1644 году. Ну и, собственно, миниатюра посвящена тому, что мощь поместили в эту серебряную раку, и поместили их в Преображенский собор. Было это 5 декабря 1644 года. И именно для этого события, видимо, была создана специальная служба на перенесение мощей. И сейчас о ней полностью... Эта служба забыта. Да, в монастыре о ней не знают. Знают только благодаря тому, что падал Валентинович Астровский, который занимается изучением службы преподобному Александру. Он об этом сообщил, поскольку очень хочется эту службу и праздник ввести в Вермунь, потому что служба очень красивая. Удалось узнать, что служба была известна и в 20 веке в Иппортиально-Хаванецких ведомостях за 1912 год. Дворица 4-5 декабря было торжественное богослужение по случаю местного праздника, годовщины переложения в новую раку честных мощей преподобного Александра. Владыка совершал соборни в Александре-Свирской обители и поучал. То есть у нас есть только одна рукопись с этим текстом, но служба служилась, и вот об этом есть сообщение. То есть вероятно, что, может быть, мы найдем еще какие-то рукописи с этим текстом, но вот пока ключевой является опять же эта рукопись, которая хранится здесь, в Покровском соборе, в церкви преподобного Александра Свирского. И теперь мы перейдем к XVIII веку. Я говорила о том, что в это время почитание немножко спадает, потому что фокус внимания человека XVIII века, он уже другой. Он сосредоточен больше на светской жизни, появляется новая литература, и рукописная традиция, в принципе, затухает. Но, несмотря на это, известно около 80 рукописных списков. Именно в это время появляется новый вариант жития, новая редакция. И мы сейчас посмотрим на вирши. Для некоторых северных житей существуют виршевые приложения, то есть перерабатывается полностью житие на вирши. Ситуация с житием Александра Свирского несколько другая. Сохраняется в тексте жития, он переделывается, но он полный повествовательный. И одна глава, которая называлась «Послесловие Магумена и Родиона», перекладывается на стихи. Вот именно такого, чтобы в тексте жития была включена стихотворная глава, я пока еще не встречала. Здесь приведен фрагмент «Всея души полезной повести, якожи пучину великого моря с великим трудом, едва приплыть и возмогог, недостаточество воради ума своего, от многого мало едва и сие предложите достигог». Можно познакомиться с тем, какую литературу дочитали в конце XVII-го, в начале XVIII века. Собственно, именно потому, что в этом житии появляются вирши, я называю этот текст «украшенной редакцией», потому что вирши — это всегда украшение. Всегда, когда находишь новый текст, важен вопрос, где этот текст был создан и кто его создал. И если и Родион прямо пишет, что я и Родион написал по прозвии митрополита Макария, это житие в 1545 году, то, что с украшенной редакцией ситуация совсем иная. Нигде не говорится, кто ее автор, есть вспоминания и Родиона, поскольку его текст переделывается. Но в некоторых рукописях сохранились дополнительные еще виршевые элементы, как, например, о кростях. «И ащи, любимицы мои, хочете знати, кто есим дерзнок, сия написать, то есть кто вообще посмел написать это житие, сами бы вы меня известно знаете, пониже вкупе со мной обитаете, то есть вы меня хорошо знаете, поскольку вы живете вместе со мной, ажи последний посреди вас являюсь, донди же в животе всем обретаюся. И а всем убам вы не делитесь, якобы нуждите дерзнок, похвалитесь, а и в гаде разновения сии обреток, тогда совестью моей к ногам вашим преподох. Здесь недостойный имя свое объявил, а у вас многоверяных читателей прощения просил. Ну, понятно, что это заигрывание с читателем. Я не скажу, кто я, но вы меня знаете, и я здесь свое имя зашифровал. Вот если вы посмотрите на вертикаль, на первый пункт, то вы прекрасно прочитаете его имя. Кто же это? Исайя Аз. Последняя буква, дважды читается. Исайя Аз, да, то есть некоторые Исайя, по крайней мере, мы уже понимаем, что какой-то Исайя, возможно, является автором редакции. Но вот я здесь выделила красными буквы, это, собственно, и привело фотографию одной из рукописей. Дело в том, что было большой находкой, большим исследовательским чудом найти пару списков, в которых было киноварное выделение не только по вертикали, но и по горизонтали в строчках, потому что оно непонятно, кто такой Исайя. И вот в нескольких руках у всех сохранилась эта киноварь, и если вы ее соберете прям подряд, то вы прочитаете, собственно, кто такой Я Исайя. Это Архимандриту. Так, Архимандрит заканчивается здесь, а дальше... Недостойный, да, был Архимандрит недостойный. И это уже подарок, потому что, ну, понятно, должен быть Архимандрит Исайя, и мы обращаемся к списку игуменов, по крайней мере, да, устроим его, например, и находим, конечно же, Архимандрита Исайю, который был настоятелем Александра Ворителей в 1705-1708 году. И у нас сразу появляется еще и примерное время появления текста. То есть мы знаем теперь ее автора, мы знаем примерное время, это, ну, видимо, в годы, когда он был настоятелем монастыря, написал этот текст, то есть 1705-1708 год. Самая ранняя рукопись с этим текстом 1715-го года, да, то есть мы его немножко вдремели. Скорее всего, литературным образцом послужила для Архимандрита Исайи повесть о Варламе и Осаде Семена Полского. К этому выводу я прихожу к тому, что очень много композиционных параллелей, и в повести о Варламе и Осаде тоже есть, и стихи короткогласные, биржевые, и о Кростихе, и эта повесть была в библиотеке монастыря, и, скорее всего, вот тут показывают еще и на то, что в монастыре живо интересовались литературой, которая в это время появляется, и переделали житие, ориентируясь на этот текст. Теперь поговорим немножко о историческом контексте, что же такое происходит к 18 веку и до 17 веке. Если 17 век был для монастыря довольно сложным, сначала его разорили поляки, потом долгое время он восстанавливался, то в конце 17 века идет такая реставрация монастыря благодаря деятельности архимандрита Гермогена, и восстанавливаются соборы, расписывается главный Троицкий собор к истронскими мастерами к 1709 году. Это уже время, когда архимандрит Исаия невероятно переделывает новое житие, даты очень близких друг к другу, и понятно, что если монастырь обновляется, монастырь реставрируется, то было бы хорошо заняться и текстом, потому что за 150 лет язык стал уже совсем непонятен, это слишком большое расстояние, текст, естественно, нужно перерабатывать, если мы хотим, чтобы он был доступен слушающим. И, что самое интересное, после обречения мощей, очевидно, для прославления этого события появляется красочный комплекс миниатюр, сопровождающий житие. Как правило, для житей 18 века это не характерно. Если мы возьмем известные лицевые жития, то все они будут 15-16 века, как жития Сергия Радонежского, например. С историей жития Александра Свирского все совершенно иначе. Комплекс миниатюр, то есть миниатюры, которые иллюстрируют практически каждую главу жития, появляются в середине 18 века. Датировка нами предполагается, во-первых, потому, какие рукописи сохранились, да, они середины или третьей четверти 18 века, и потому, что мы думаем, что такой комплекс должен появиться в каком-то событии. Какие-то события это обрисповедство дня обретения мощи преподобного Александра. И Маргарита Евгеньевна Соболева, реконструируя архетип этого комплекса, считает, что в архетипе было 57 миниатюр, и вот там с краем есть миниатюра из музейского собрания государственного исторического музея, в ней 78 миниатюр, и вот кажется, что она была создана мастером с привлечением лицевого жития преподобного Сергия Радонежского. То есть, опять же, это все говорит об интересе к личности преподобного Александра Свирского, хотя время уже другое, в 18 веке я не сказала об этом, 30 августа празднуют уже не представление Александра Свирского, а перенесение мощей благоверного князя Александра Невского в Лавру. То есть, несколько меняются акценты, но и из Петербурга все равно царская семья делает вклады в монастырь Александра Свирского. И мы двигаемся плавно к 19 веку, когда почитание именно рукописное, копирование текстов идет на спад. Это вообще совершенно понятно, потому что это время расцвета печатной литературы, светской литературы. В 1818 году издается первое издание «Печатная жития». И, собственно, это тот текст, который мы можем и сейчас прочитать, возможно, что в переводе. В монастыре 19 века упадок. Но, если вы посмотрите на нижнюю миниатюру, можно увидеть, что это миниатюра из выговских рукописей. Вот на выгу очень почитали преподобного Александра Свирского. И в каком-то смысле упадок в монастыре он компенсируется распространением старообрядческих рукописях, богатых и изумительно красиво украшенных. И существуют даже переделки текста преподобного Александра в 19 веке, хотя вроде бы время уже не для рукописных текстов. И чтобы немножко отвлечься от близца к концу лекции, мы поговорим о том пласте исследований, который, как правило, всегда остается на периферии в связи со своей маргинальностью. Это детские рисунки, ну или в принципе рисунки на полях, это моя любимая рукопись нам удалось жития Александра Свирского самым основным деком с 17 века, середины 17 века и на пуст чистом обороте листа изображены некоторые фигуры, то есть видно, что происходит некоторое действие, то есть это так называемые детские рисунки и мы считаем, что они сделаны в начале 19 века, это что-то нам говорит о читателях, можно фантазировать о том, иллюстрируют ли это тексты жития или какие-то абстрактные другие сюжеты, но явно какое-то действие происходит, рукопись испечрена различными написями, записями владельческими, буквально записана от кого когда книга была куплена, кому передавалась, говорится о том, что она некоторое время была в жарской волости села Брудова, церкви Воскресения Христова, это Нижегородье, И вот еще есть одна очень веселая иллюстрация в этом житии, но казалось бы карандашный рисунок совершенно не очень понятный, но вот Юрию Сергеевичу Белянкину кажется, что прототипом его могли послужить городецкий дом сопрялок, известные собственно эти изображения хорошо соотносятся с тем, где это рукопись бытовало по записям это Нижегородье и это мы знаем из владельческих записей мне кажется, что это очень интересная история и может быть даже это и не детский рисунок потому что и взрослый человек я так же нарисую а может быть еще хуже но интересно что поскольку прялки были в ходу это важный бытовой инструмент то возможно глядя на него кто-то нарисовал в 19 веке такую картину но мы возвращаемся уже к искусству управления рукописи в 19 веке хотя их всего 17 списков есть и лицевые рукописи ну правда их всего три на всех на двух представлены явления троицы преподобному Александру если вспомнить как оно выглядело в рукописи которая хранится в Покровском соборе то мы увидим что сейчас изображение очень абстрактное не деревянной хижины например но опять же сам факт того что лицевые рукописи в это время есть говорит о памяти об этом цветом и мы подходим к концу я хотела бы обобщить все представленные здесь сведения путяк преподобного Александра Успенского собора до Покровского и вернуться к рукописи которая тоже является героем сегодняшнего предвестования жития Александра Свирского которая хранится в экспозиции церкви Александра Свирского в Покровском соборе она является первоисточником иконографии для обретения и перенесения мощи преподобного Александра как для рукописи так и для икон в ней находится уникальный текст службы на перемесение мощей 5 декабря которая была известна в монастыре и забыта ну и явление троиц и миниатюра она является ключевой и копировалась книжниками оформителями с конца 17 века ну а жительная икона Александра Свирского которая была вложена в Успенский собор в середине 16 века она до сих пор находится там после реставрации но сменила место свое она находится над ракой святителя Макария и можно оказавшись там посмотреть на ее клима поближе на этом я завершаю свое выступление и благодарю вас за внимание